Добрый день, друзья! Здравствуйте! Рад встрече. Ну, у нас сегодня программа закрытая полностью. Где-то, может быть, она и открытая. Потом мы попробуем ее, я попробую поставить ее на главный канал. Дело в том, что прямо в это время, на вкладке получилась на главном канале, в YouTube-канале идет программа, серьезная программа, которую ведет Рита Горд по поводу, ну, nutrition, короче говоря. Поэтому мы вот в таком узком кругу будем общаться, да? Ну, есть общие вопросы, есть вопросы частные, конкретные. Ну, давай мы, наверное, начнем с вопросов конкретных, частных вопросов. Программа все-таки закрытая, потом я продолжу это все один. Так, вопрос у нас, два вопроса есть. Вопрос задает Ирина. Пойдет ли монета Quantum вверх в октябре? Дойдет ли она до 3-4-5 долларов? Монета Quantum. Спрашивает Ирина. Дойдет ли она до 3-4-5? Да. Вот, ну, я попробую сейчас ее поставить на экран. Не дойдет. Не дойдет. Не до 3-4, тем более до 5. Значит, вот, да, вот эта монета сейчас находится вот в этом месте, как мы видим. Да, ну, потенциала здесь пока все вниз идет. Хорошо, следующий вопрос тогда такой. Меня интересует Гульмера, меня интересуют две монеты. Первая монета Луна-Си. Луна, да, классик она называется, так. И вот эта монета, будет ли движение вверх. Значит, сейчас на этот момент, вот я ее тут имею на экранчике, она за последний час резко рванула вверх. Ну, короче говоря, вопрос такой. Будет ли она ноль, выше, чем ноль, три нуля и семь десятых в октябре месяце? В октябре. Или даже на этой неделе тут написано. Вот, на этой неделе. Да, прости. Ну, до конца месяца. На этой неделе, до конца сентября, будет ли монета Луна-Классик? Выше, чем ноль, три нуля и семь десятых. Да, будет. Да, будет? Да, будет. Это будет очень удивительно, но посмотрим. Хорошо. И монета под названием Encore. Encore. N-A-N-C. Тоже какое-то движение вверх погнало, но будет ли она выше, чем ноль, двадцать пять? Или ноль, двадцать пять? Пока что она в два раза меньше. До конца месяца? Да, давай до конца месяца. Ноль, двадцать пять? Ноль, двадцать пять. Как-то тенденция вверх у нее. Велично. Так, ноль, двадцать пять. А у нас сейчас в какой позиции стоит? 16, 0,16 или сколько она сейчас? Ноль, десять. Ноль, десять. Ну, вот нет, когда она до 0,16 дойдет. Ну, до 0,16 это 60%, если дойдет. Хорошо. Все, так. Дальше. По прогнозу Галины в октябре должен быть подъем крипторынка. На сколько процентов будет этот подъем? На пять, на десять или больше? Спрашивает Ирина. В октябре месяце, да? Да. Хорошо. Галина, ваши слова, да, криптовухи. Всем криптовухи, в их ухи. Так, ладно. У нас тут есть люди, которые... Я сейчас объясню. Дело в том, что очень тяжелая позиция. У вас-то там, где вы находитесь, слава богу, я вас поздравляю. Но вообще, в принципе, в мире очень и очень тяжелая позиция. Я потом останусь, я об этом буду говорить, когда мы закончим с вами, да, программу. Вот. Поэтому я в виде исключения, как бы в этот раз ее на отдельном канале делаю открытой, поэтому у нас есть люди, которые задают вопросы. В частности, что будет с ценами на недвижимость в Англии? Спрашивает Наташа. В виде исключения и один раз. Так, цены на недвижимость в Англии, правильно? Да. В принципе, смотрите, я далеко не смотрю, но до конца года посмотрела, потому что... Ну, как бы интереснее поближе, да? До конца года вниз, да, то есть вниз идут цены на недвижимость в Англии. Несмотря на то, что будет момент небольшого сейчас, вот изначально какого-то, ну, такого, как бы ложного подъема, потом зависшись какая-то, но в большей степени вниз. Ну, для меня тогда это будет очень удивительно. Поживем и видим. Так, Галина, вопрос вот какой. Значит, резкое падение всех рынков на всех фронтах за исключением доллара. Резкое падение. И пока конца не видно, да, этому падению. Временные отскоки будут. Но у меня к вам вопрос вот какой. Мы пришли в цикл изменения, маленький цикл изменения или, ну, скажем, отскока в противоположном направлении, вверх, иными словами. Буквально в течение сегодня, завтра, послезавтра. Буквально вот в течение пару дней. И после чего мы должны идти вверх, несмотря на всякие события, которые очень неблагоприятные. Первый вопрос. Действительно ли это так? Если это так, то когда? Сегодня, завтра, послезавтра. И это будет продолжаться, ну, минимум, там, несколько дней, может, и неделю в том числе. Это правда или нет? Я не вижу, что это правда, да? То есть это больше как радостные новости для вас. Да, но это как бы, так сказать... Хотелось бы, да? Да, хотелось бы. Этим угрим все души, да. Значит, иными словами, падение на... Я сейчас говорю про биржу, фондовую, фондовую биржу или индексы. То есть падение на фондовой бирже будет продолжаться, правильно? Судя по всему, если это не так подъем. Падение на фондовой бирже будет продолжаться или нет? Да. Ну, сейчас-то на данном этапе нет, нет такого, да, что было падение. На данном этапе есть момент, как бы, опять же, встало, да? Ну, я не знаю, как это называется, там, ну, успокоилось или что-то в этом роде, да? Да. А затем обратно уже, как вот, падение продолжится. Падение продолжится. Хорошо. Тогда в таком случае, когда остановится падение на фондовых биржах, когда? В течение этого месяца оно остановится, после чего пойдет вверх? До конца остается у нас 4 дня, 5 дней? В сентябре остановится падение, либо в октябре. В сентябре. В сентябре. Ну, вот и. В сентябре. И пойдет вверх, правильно? Ну, это... Я смотрела только на остановится падение. Так, пойдет вверх, в сентябре, в октябре, в сентябре. Нет, уже октябрь. Это падение пока становится, да, в сентябре. А вверх уже в октябре, ну, идет, да. Хорошо. Такие инструменты, как сырье. Ну, в части. Вот сейчас в Европе, да и не только в Европе, но в Европе в большей части, поскольку закручивает гайки, как мы знаем, там санкции по поводу электроэнергии, по поводу природного газа. То есть цена... Мы сейчас говорим про биржи, правильно? Поэтому цена на фьючерсы, допустим, есть такое понятие, на бирже. Падение идет в течение недели, серьезное падение на природный газ. Оно будет продолжаться или все-таки развернется вверх, поскольку уже скоро наступит холода? Стоимость природного газа. Падение на природный газ. Да. Падение на природный газ. Нет. Нет что? Падение не на полгода, да. Потому что здесь есть момент разваливания, в сторону первого. Когда? Посмотрим. Сентябрь. Сентябрь. Хорошо. Было... Несколько дней. Да. В Англии какие-то события, ну мы знаем вообще какие события, но тем не менее, очень серьезно полетел вниз британский фунт. То есть он буквально за один или два дня упал настолько, насколько он вообще не падал. И впервые пробили отметку за 37 лет. Самая нижняя отметка была пробита сегодня. То есть грандиозное падение британского фунта. То есть стало инвестироваться, ну написано, в доллар. Стали люди уходить, а не британский фунт. Так вот это вот падение, оно стало возвращаться. Я потом покажу графики. Оно остановилось, это падение сегодня? Или оно будет еще продолжаться вниз? На британский фунт. Остановилось падение британского фунта. Да. Вот, посмотрите. Это я показываю людям. Посмотрите, это просто что-то. Видите? Это резкое падение вниз. И вот была отметка здесь. 1,04. Ну было 1,03 с чем-то. 90 там, что такое. То есть сравнялся с долларом фунт, который был намного выше всегда. И после этого отскочил вверх на 300 пипс. Так вот, судя по всему, вероятнее всего, оно остановилось, это падение. Так или нет? Остановилось, чрезвычайно, да. И будет... Это было сделано, ну как, я не знаю, это что-то ложное, да. Ну, я не знаю. Все напугались, все. Кто-то заработал, кто-то это. И потенциал сейчас обратно вверх и надолго ли? Потому что сейчас я буду тут покупать вовсю. Нет, не на сколько вверх. Насколько? Мне хватит одного или два дня. Ну, один сегодня, дальше пойдет вверх? И завтра пойдет? Нет, дальше, дальше. Да, да, да. Ну, все. А дальше у нас будет новая неделя, дальше мы вам зададим вопросы на новой неделе, когда будет. Нет, на этой неделе, а он у нас нормально. Нормально, прекрасно. Тогда вопрос следующий. А евро? Тоже, ну, все, короче говоря, падало. Так вот, евро пойдет, тоже пойдет вверх. Пускай даже ненадолго. По отношению к доллару имеется в виду. Да, в принципе, это тенденция вверх. Есть момент, какая-то нестабильность, все равно это мелочи. Качельки какие-то там чуть-чуть не свалился, потом опять по отношению к доллару именно смотрю. Да, хорошо, тогда еще два. Австралийский и новозеландский доллар. Я сейчас объясню, почему австралийский. Ну, это он потом, наверное. Австралийский и новозеландский доллар. По отношению к доллару американскому. Вверх или вниз? Вниз. Вниз. Хорошо. Так, скажите, доллар, был прогноз о том, что доллар, в том числе и мой, что доллар дойдет, индекс доллара дойдет до 114. Индекс доллара дошел до 114 буквально за один или два дня. Вот я покажу. Он дошел до 114,5. И после этого полетел вниз до 113. Верхняя ли это граница 114, потому что предполагается, прогнозируется, крэш доллара рано или поздно? Или он все-таки потенциаловый еще выше? Индекса доллара. Потенциал еще выше, да? 130. Сколько? 130. А, даже так. Ну, вы знаете, вы близки. Ну, у меня, правда, 121 было. Хорошо. Тогда это означает о том, что полетит вниз по-страшному и все биржи, и все, потому что то, что растет доллар, это полный нонсенс. Хорошо. А будет ли крэш доллара полностью? Такие прогнозы есть. Индекса доллара имеется в виду. Дело в том, что если доллар идет вверх, тогда британский фунт и евро не могут идти вверх. Они идут в противоположную сторону. Но это на долгий срок, да. Может быть, сегодня-завтра, вы же так и сказали, сегодня-завтра вверх, а потом может опять идти вниз. Что, в принципе, да, совпадает. Хорошо. Золото. Золото. Золото очень сильно упало, серебро очень сильно упало. Потенциал на золоте. Есть такой момент о том, что пойдет вверх, причем серьезно вверх? Если да, то когда? Есть. Вверх, на день, на день. Ну, это долгосрочный прогноз, поэтому не надо смотреть на недельку. Будет ли золото опять две тысячи за одну унцию? Нет. Не будет. Хорошо. Серебро вверх или вниз? Вниз. Вниз. Есть ли смысл инвестировать то ли в золото, то ли в серебро? Золото, да, в серебро нет, естественно. Золото, да, в серебро нет. Хорошо. По поводу нефти. Какие прогнозы? Вверх. На этой неделе. Несмотря на то, что стоит, стоит, стоит. Пойдет вверх. Понятно. Понятно. А тогда в таком случае, как мы будем, допустим, и будем ли мы инвестировать, скажем, есть ли смысл инвестировать в нефть? Да, и будет ли оно, предполагается, что возможен конфликт, серьезный конфликт, там, в том регионе, там, где Саудовская Аравия, там, где нефть добывается, пролив Боскор. Можно инвестировать, да, можно инвестировать в нефть, но где-то район полгода. В марте месяце предполагается ли, это коды определенные, предполагается ли в марте месяце подъем нефти, потому что там будет какое-то событие сложное? Нету подъема. Нету. Есть цикл, это так или нет, который говорит о том, что падение на всех рынках, ну, в частности, на фондовых рынках, будет продолжаться до марта месяца следующего года, и в марте месяце все это развернется, пойдет после этого вверх и достаточно долго. Это правда или нет? Ну, если смотреть всех, вообще во все-все, а вообще ли, да, имеется в виду, все рынки? Я имею в виду фондовые рынки, индексы, американские индексы. Индексы фондовых рынков будут до марта идти вниз? Да. Да, это такой большой цикл. Ну, в целом, да, естественно, в целом, если смотреть, если в целом смотреть все индексы, да, фондов, потому что мы ничего здесь не разделяем по идее, как бы все идет вниз, если все проанализировать, да. Но отдельные вот какие-то вещи очень даже такие, ну, дают людям заработать, как говорится. Но есть ли такой цикл в марте месяце? Да. Есть. Ну, то есть, да, фондовые рынки, ну, как бы идут вниз до марта. Ну, да, да, это так. Так, давайте последний вопрос на сегодня. Потом я буду один продолжать. Сейчас получается так, что криптобиржа следует поведению на фондовых рынках. То есть, если рынки вниз, то и крипта вниз, вся биржа. Если рынки вверх, то и криптобиржа вверх. Такая тенденция длится уже на протяжении, ну, минимум полгода, наверное. На каком-то этапе, как я понимаю, оно должно разойтись. То есть, рынки вниз, но почему? Потому что потенциал крипта все-таки выше, чем потенциал теперешних этих рынков. Идет перебалансировка, что ли. Так вот, на каком этапе... Первое, это правда или нет? И на каком этапе, в каком месяце, возможно, это произойдет? То есть, рынки не имеют значения, а крипта пойдет вверх независимо от фондовых рынков. Ну, не знаю, все равно перекликается, да, вот и так, и так посмотрела, все равно есть какая-то взаимосвязь, и не вижу такого явного разрыва, да. Иногда она идет как бы независимо, иногда, ну, как бы, вынесу, да, то есть, одна пишет другой. А это с чем, ну, как, связано или от чего зависеть, я не знаю. Ну, просто вот отвлекаю пока, что я не вижу разделения. Ну, пока нет, да? Пока нет. Ну, хорошо, ладно, тогда подождем к следующему разу, может быть, увидите. Да. Хорошо, значит, есть ли смысл инвестировать в биткоин и в эфиру? Две главные монеты. Да, есть, конечно. Есть. Есть. Хорошо, Галина, все, тогда благодарим вас. Всего доброго. До новых встреч. Пока. До свидания. Так, друзья. Мы закончили с Галиной, но попробуем еще пару минут. Допустим, я покажу графики. Да. Да. Программа сейчас на канале Delsic, она открыта. Ну, когда закончится программа, которая сейчас идет в настоящее время, на главном канале, возможно, мы туда поставим. Ничего такого тут не было. И очень необычная ситуация. Марина, Наташа, простите, Наташа Мечника. Да. Я согласен, да. Я полагаю, вы живете в Англии, да. Я согласен с этим, да. Расчет на то, что люди поднимут революцию. Ну, об этом давно говорится, да. И не только в Англии, но и во Франции, и вообще в Европе, в Западной Европе, к сожалению, не самая лучшая ситуация. Вот. Ну, это связано с многими факторами. Ну, об этом, о грустном не будем, да. Давайте мы больше, так сказать, я покажу. Смотрите, вот у меня индекс, допустим, британского фунта. Ну, я его показывал, да. Это дневной график. Давайте мы сделаем часовой график, так. Вот. На часовом графике вот такая ситуация, да. О том, что мы улетели с 11.17 до 1.03, 1400 пипс. Потерялись, если не больше, да. Буквально за несколько дней, да. И сейчас начало восстанавливаться. Вот сейчас начало восстанавливаться все это дело. Ну, куда бедно. Ну, вот к этому мы должны прийти. Но, правда, это идет ниже, это идет выше. Где-то мы сойдемся. На каком уровне? Ну, возможно, где-то здесь. 1.08. У меня есть на других компьютерах по графикам. Примерно 1.07.80, еще 80 пипс. Наверное, вверх мы пойдем. Но падение было грандиозно, особенно вот здесь. Это было очень резкое падение. Значит, теперь смотрите. Евро. Ну, евро ненамного отличается. Вот. Смотрите. Вот эта красная линия. Красная линия. Посмотрите. Резистанс. Пошли вниз. Поднялись. Пошли вниз. Поднялись. Причем вот эта зона. Да. Вот эта зона. Это то, что все студенты должны знать. Как отче наш, как говорится. Да. То есть просто как хрестоматийная ситуация. Первое мы пришли к этой линии. Это 50 moving average. Это технические показатели, но это несложно. Этому научиться. Да. При желании. Ну и отскок вверх в эту зону. Эта зона. Вот эта зона, видите. Она, ну, чуть-чуть так поширше, эта зона. Но, видите, она полностью соответствует, видите, полностью соответствует тому, куда мы пришли. То есть support, resistance вниз. Опять сюда подтянулись, опять вниз. Ну и пока конца не видно, да. То есть уже 0,97 по сравнению с долларом. Доллар выше, уже значительно выше, да. Но, еще раз, это дневной график. Мы подскочили вверх, но не намного, допустим. Совсем не намного, да. Ушли вверх. Но потенциал есть, потому что все же я не верю в то, что такой серьезный подъем доллара и падение всей валюты, всего Форекса, будет продолжаться. Вот этого вполне достаточно. Это называется flash crash, да. Когда резкое такое падение. Ну и теперь мы как-то должны идти вниз, стабилизироваться более-менее. Если мы продолжим движение, как сказала Галина, то тогда после этого только, да. Смотрите. Швейцарский франк. Швейцарский франк. Очень интересная ситуация, да. Где мы находимся прямо на границе. То есть с упором. Double button. Да. Но, видите, то есть падение-то вот отсюда началось. Потом поднялись вверх и теперь идем вниз. Дойдем ли мы ниже? Конкретный график, вот он. Конкретный график, вот он. Видите? Точка. Ну, здесь дневной график. Это серьезно. Это даже не часовой. Суппорт. 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 Если мы, да, пробьем, то самый главный суппорт здесь. И если мы пробьем, пока что мы держимся на... То есть примерно как и евро в районе единицы. Соотношение с долларом. Это соотношение с долларом. 1,01. Чуть-чуть выше. Хотя было значительно выше. Так вот, если мы пробьем эту точку, то мы пойдем, безусловно, значительно ниже. Это швейцарский франк. Допустим, теперь посмотрим австралийский вниз. Это то, что сказала Галина. Это видно. И оно будет продолжать движение вниз. Так. Канадский доллар. Канадский доллар, посмотрите, летит вниз. Почему? Связан с нефтью. Нефть падает и очень серьезно падает. Но здесь индикатор показывает, что мы вот-вот должны где-то развернуться. То есть доллар против канадского доллара. Резко вверх. Опять же, канадский доллар очень серьезно падает. Что еще? Нефть. Вот у нас нефть. Видите, нефть падает. Нефть, которая была относительно недавно 120-130 долларов. Потом вторая точка была 123. И теперь она идет вниз. Ну, то, что вы слышали, то, что сказала Галина, я все же могу, допустим, предполагать по некоторым кодам и данным о том, что какое-то будет событие, которое может привести к резкому всплеску, по подъему нефти, стоимости нефти. Но это не планируется в этом году, чтобы быть кодовое. Еще раз я не говорю, это никто не планирует. Это просто код такой, который... И вероятность его есть. И она немалая вероятность того, что это произойдет. Соответственно, доллар, то есть нефть, стоимость нефти опять полетит вверх. Хотя непонятно совсем кому. Вроде бы уже и так мы переходим совсем. Но это еще не скоро. Но не в ближайшие, наверное, лет пять перейдем на новый вид топлива. Здесь та же схема, видите, вот эта вот линия, она линия resistance. И только если мы стабилизируемся, где-то вот так вот будем, перебьем ее, вот как здесь, допустим, только тогда. Но опять же, я бы не инвестировал. Здесь soybean futures. Это питание, да? Это питание. Соевые бобы. Это корм в то же время. Ну, вот все идет вниз. Короче говоря, на этот момент абсолютно все, кроме доллара, идет вниз. Более конкретный график. Дальше. Вот интересно все-таки на крипто. Binance coin, да? Binance. На удивление вот этот Binance, да? Он не сильно падает. Более того, как я говорил, несмотря на какие-то падения, резкий был подъем. Резкий был подъем, да? И я полагаю так, что все-таки потенциал... Ну, тут есть момент интересный, да? Который... Ну, студенты должны знать этого не еще раз. Не так сложно научиться. Вот я могу показать. Смотрите. Вот берем вот эту точку и берем эту точку. Видите? Падение. Потом вверх. Падение. Потом резкое вверх. Что мы можем с вами сделать? Мы можем нарисовать вот здесь зону. Вот она зона. И тогда мы видим, что мы пришли в эту зону, полетели вниз. Пришли в эту зону, полетели вниз. Если сейчас мы проведем линию, да? Они примерно на одном уровне. Вот эту линию мы проведем. Видите, да? То есть, как это делается? Не просто так. Взяли и купили. Вот у нас тут был вопрос, который я, допустим, не считаю о том, что надо... Допустим, все бывает, конечно, в этом мире. Но вот монета, квантум, допустим, у нас наша, так сказать, представительница группы, закрытой группы задает вопрос. Значит, понятно, что у нее, допустим, есть эта монета, да? Иначе зачем задавать этот вопрос? Ну, это не имеет значения. Но потенциала-то нет, да? И вот как бы можно было предполагать с любой, допустим... Ну, я потом покажу с любой монетой, да? Вот как, допустим, здесь, BNB. Ну, понятно, да? Вот эта зона первая держит... Эта зона была с упортом, правильно? Вот эта зона была с упортом. Значит, эта зона была false пробития. False или ложный пробой, так по-русски. Вот. Один раз вниз, второй раз вниз. Но вот если придет третий раз, то есть потенциал здесь, видите, 340, 337, 340, BNB, да? И если мы, да, пробьем 340, а она была, эта монетка, 700, да? Видите? 704, да? То... Давайте посмотрим. Опять же, ну, простенькую операцию проведем. Первый уровень, 375. Значит, если мы не пойдем ниже этой точки, и мы тогда идем вверх, тогда вот это у нас потенциал. Сколько здесь? 337, а здесь 382, да? 10%. Отсюда сюда 10%. Если считать, что Галина, допустим, нам дала намек того, что мы пойдем вверх, 10% был вопрос такой, а то и более, то вообще-то говоря, как это делается? Не покупаются, допустим, монеты, которые сидят внизу. Покупаются монеты, которые идут почему-то вверх, ну, или держатся наверху по отношению к тем монетам. Так считается. И даже если они вот такие дорогие, допустим, потому что если мы берем монету, вот почему люди хотят покупать эти монеты, ANC, допустим, да? или там луна, вот это, они же ничего не стоят. Давайте посмотрим еще раз, где это. Значит, они же ничего не стоят. Ну, они стоят 0, да? 0,10 центов. Почему? Ну, потому что если она дойдет куда-то всего на 20 центов, так это 100%. Поэтому, конечно, заманчиво, да? Заманчиво. Ну, это называется гембл. Простите. Вот эта вот заманчивость, она ложная. Все может быть, да? И кто-то и выигрывает. Ну, кто-то же выигрывает, и джекпат забирает, правильно? И в лотерею мега это самое там выигрывает. Ну, и что? Ну, это один человек выигрывает, а миллионы проигрывает. Ну, так и здесь та же самая система. Но проверено уже многократно, многолетнее. О том, что покупать надо то, которое держится наверху, которое не падает. Вот какие-то монеты здесь выделены, допустим, да? Какие-то монеты. Вот, или луна, вот, допустим. Ну, вот смотрите. Вот эта штука, да? Конечно, вот смотрите. Это за один час времени, да? Ноль, ноль, три, нуля, девятнадцать. Ноль, три, нуля, тридцать, да? Девятнадцать. Ну, почти сто процентов. За один час. Ну, вот вложите туда тысячу долларов. За один час тысячу долларов получится, да? И она не падает. То есть она сказала... Еще раз. Я... Галина не трейдер. Вы не опирайтесь на то, что говорит Галина. Я вам, так сказать, советую. Она не трейдер. И, опять же, нету стопроцентного всегда решения этого вопроса. А мы к этому относимся вот только так. Многие вещи... Еще раз. Со всем уважением. Но многие вещи... Это не от нее зависит. Это не она так. Но просто интерпретировать это можно по-разному. Оно развернется, пойдет вверх. Но оно идет вниз. Идет вниз, допустим. Но в какой-то промежуток... Вот она посмотрела. Ей показала вверх. И в этом промежутке действительно оно пошло вверх. Но после этого полетела сильно вниз. Так она что, правильно интерпретировала или неправильно? Можно сказать, и так, и так. Вот. Трейдеры это видят. Понимаете? Вот она, к примеру, говорит вверх. Да? Я вижу, что вверх. Но тогда, естественно, я буду покупать. То есть я получил double confirmation. Двойное подтверждение. То, что вижу я. А пробитие одного уровня ведет к следующему уровню. И то, что она говорит. То есть здесь совпадение. Если возникает какая-то комплектная ситуация, то вообще не надо этим заниматься. Надо это пропустить. Но в данном случае были даны некоторые советы. В данном случае был вопрос. Ну, расскажите. Вам нравится вот этот график? Ну, мне он не нравится. Ну, вот объясните, почему мне надо держать монету, которая идет вниз. Вот объясните. Зачем? Вот смотрите. Давайте я вам покажу. Вот отсюда мы идем вверх. Отсюда мы идем вверх. Отсюда мы идем вниз. Отсюда мы идем вниз. Это прямое соответствие. Оно не показывает, что оно должно идти. Ни индикатор не показывает. Я, допустим, не опираюсь на индикатор. Но он как-то помогает. Иначе бы их не было. Другой вопрос. Другой вопрос, допустим. Ну, в каком месте? Давайте посмотрим. Вот высшая точка. Это высшая точка, правильно? То есть это точка выше, чем это. Это индикатор. Почему тогда вот эта точка ниже? То есть это расхождение. Divergence это называется. Схождение convergence. Расхождение divergence по-английски. Вот. То есть вот эта точка, которая выходит за пределы. Экстремальная точка. Она вышла за пределы вот этой розовой зоны. Правильно? И здесь она вышла. Она лично мне говорит о том, что здесь надо делать sell short. Ну, или если мы покупали здесь, то выходить надо. Потому что здесь покупки, конечно, были. Вот в этом месте покупка была. Да? Вот здесь, в этом месте покупка. Мы пробили, допустим, эту зону. Да? Вот этот график пробили. Еще раз. Это элементарно. Все. Это можно для кого-то темный лес, то, что я показываю. Но, в принципе, это элементарно, если этим заниматься. Как и любой. Вы же понимаете. Учеба есть учеба. Поэтому, допустим, здесь покупка. И куда мы идем? Мы идем сюда. Давайте посмотрим, почему мы пришли сюда без вот этого, допустим. Да? То есть это уже идет геометрия, сакральная геометрия. Давайте посмотрим. Видите? Берите линию. Берите линию. Это наша молекула DNA, ДНК. Это наша ДНК. Мы настолько не понимаем этого и не хотим понимать, что мы берем полностью... Я уже сегодня сообщение оставил. И только сегодня. Мы себя отделяем от, допустим, духовности и материальности. То есть понятия не имеем о том, что такое. Занимаемся вот просто от балды. Так это называется. Ну, вот я показал, да, ну, уже три, да, вот для меня. Три показателя того, что здесь первое надо выйти. Второе надо... Это просто как пример. И надо развернуться. Вот тот самый квантум, который у нас задавал вопросы человек, который находится в группе. Вы имеете невероятное преимущество, потому что мы это разбираем, да. Но вы даже вопросов-то ведь не задаете. Неделя прошла, и за 15 минут, и за 10 минут до начала трансляции вы задаете вопросы. Как вы хотите здесь победить? Объясните. Как вы хотите заработать? Вы даже вопросы не задаете. Вы же не хотите учиться. Это же элементарно. Ну, ну как? Ну, я же это вижу. Ну, человек, который ищет, он должен греть, понимаете? Ну, вот я, допустим, горел. Я хотел знаний. Я их получил, но я горел для этого. Вы же заплатили, кстати, деньги. Вот что произойдет сейчас? Вы не получили желаемого, да? Хотя объективно я вам показываю, что вы должны были получать, но вы не хотите этому учиться. Вы не получили желаемого. На следующем месяце надо же опять платить, правильно? Вот совсем скоро. Значит, вы... А это же деньги, да? Значит, вы мало того, что не получили желаемого, скорее всего, так вы еще и должны деньги заплатить за сервис. Правильно? Вот. И что вы будете делать? Вы не будете платить. И потеряете опять возможность получать здесь бенефиты. Потому что так жизнь устроена, понимаете? Ну, так жизнь устроена, но вот то скажет, что нет. Как только вы вылетите, цена разворачивается и идет в другую сторону. И вы все думаете, какой же я болван или какая же я, ну и так далее. У женского рода. Ну вот. Понимаете? То есть, странно, вообще странно, почему такой, скажем, когда изменится этот менталитет, иными словами. И что самое интересное, я могу вот эти все вещи показать, ну, буквально на любом, на любой монете, на любом индексе, на любом Форексе. Это просто, значит, это просто удивительно, да? Вот давайте просто для интереса, да? Так, сейчас, секунду. Смотрите. Значит, вот мой аккаунт, да? Вот мой аккаунт. Значит, вот это gross realized profit and loss называется. Gross realized. Плюс 757 долларов. Это? Это сегодня. Но сегодня биржа еще закрыта. Вы представляете? Плюс 750 долларов, да? И плюс там, ну, пока вот это вот. Но вы понимаете, какая интересная вещь, да? Это же не потому что. Это потому что мы не хотим получать бенефиты. Мне это удивительно. Я же показал. Это знаете на чем? На Форексе. Это на Форексе. То есть это те, допустим, причем я мог больше получать. Но просто когда я открыл и увидел, что за 15 минут плюс 500, допустим, да, было на британском фунте. Потому что я делал short. Но это же элементарно просто. Ведь почему вы тогда? Это единственное место в мире, где можно получить, не сидеть и смотреть, как все у нас исчезает. А у нас еще раз, если вы слушали это сообщение, это называется total mass destruction по-английски, да? Или это глобальное, полное уничтожение благосостояния всех. Как это можно так? Так это мы еще не видели. Мы еще только за этим наблюдаем. То есть банки не откроются в один прекрасный момент. Мы это увидим, да? И потом скажут, вот Майкл говорил это когда? В конце сентября 2022 года. Ну, увидите, да? Что мы будем делать, если они не откроются? Денег-то нет, правильно? А жрать надо, верно? И платить за все надо. А деньги в банке лежат. Якобы на сохранности. Ну, такое было уже не раз, правильно? Значит, так что с этим делать? Так что делать надо? Научиться, наверное, надо, как я понимаю, да? Верно? Вот. Значит, вот у меня расчерченные, да? Это британ... Ну, в данном случае это, скажем так... Сейчас. Вот. Посмотрите. Вот же у меня линии расчерченные здесь. Ну, вот здесь я делаю sell short. Это евро-доллар. Но это же элементарно. Чтобы определить, вот отсюда-сюда, вот отсюда, хотя бы отсюда-сюда, да? Допустим. Зона 0.99, 0.97. Это 2000 долларов здесь. На одном стандартном лоте. То есть, вы инвестируете 2000 долларов, получаете 100% профит. Расскажите, зачем вам эти монеты, которые идут вниз, а не вверх? Зачем их держать? Ну, сколько раз я об этом уже говорил. Откройте счет. Значит, это европейские компании. В любой стране можно открыть счет. Мне тоже рассказывал один представитель нашей премиальной группы человек. У нас не дают возможности открыть. Я говорю, дают. Он говорит, нет, не дают. Он начинает со мной аргументировать. Не дают. Я говорю, посмотри вот это. Посмотрел. Можно, оказывается. Так что ты споришь, что да? Так ты ж пробуй, в конце концов. Так зачем вам это, когда тут можно получать единственное место в мире, биржа, единственное место в мире, где можно продать воздух, казалось бы. Ну, только это так, конечно, не так буквально воспринимайте, да? Ну, то есть, я приводил же эти примеры. Как это делается? Оно летит вниз, и мы на этом можем зарабатывать. Это опасная штука. Но ведь можно, я же показываю как. Я же могу показать все эти трейды. Откуда они взялись-то? Они взялись на шорте. Евро-доллар. Британский фунт. Доллар. Посмотрите. Это, видите? Это мои расчеты были. Вот здесь были мои расчеты. Видите? Суппорт. Вот здесь пошли вниз, пошли вверх. Пошли вниз, пошли вверх. И вот в этом месте мы делаем шорт. В этом месте мы делаем шорт. Если мы опоздали, то мы в этом месте делаем. Потому что пробитие этого, пробитие этого. Смотрите. Посмотрите. Видите точку? Вот эту. Пробитие. Пошли сюда. Пошли сюда. Я элементарно просчитаю эту точку британского фунта. Да элементарно я ее просчитаю. Смотрите, как далеко вниз мы улетели. Это дневной график. Значит, Галина сказала что? О том, что мы идем вверх. Правильно? Правильно. Значит, я сказал. В прямом эфире я сказал. Оно совпадает с моими данными. Это тот самый вариант, когда мы можем этим воспользоваться. И как раз таки оно совпадает. Правильно? Да? Значит. Показываю. Я не боюсь показывать проигрыши и выигрыши. Значит. Вот смотрите. Вот здесь я, допустим, проигрываю. Но посмотрите. Британский фунт. Я купил 15 мини-контрактов. Вот. Видите? GBP. USD. 15 мини-контрактов я купил. 100 плюс 163 долларов. Это было 10 минут тому назад. Закрываю позицию. Закрываю позицию. Закрываю позицию. Закрываю позицию. Правильно? И теперь. И теперь аккаунт. Плюс 918. На ваших глазах я это делаю. Было 700. Да? Только что. Это за одну ночь. Со вчерашнего вечера. Так это же. Еще раз. Так это же каждый может делать. Почему вы это не делаете? Я никак не могу понять. Ведь это же просто. Я же сказал. Куда мы пойдем. Но у меня есть мои технические какие-то показатели. Данные. Которые я наработал за много лет. Я хочу этим делиться. Я поэтому это делаю. Не на английском языке. Заметьте. На русском языке. Если бы я сейчас делал на английском языке. Куча народу прилетела бы. Я показывал. Что я только начинаю постать. Допустим в Твиттере. Прилетает куча народу. Которые это смотрят. В свое время я вот так тоже видел. Когда мой мастер. Который стал моим ментором. Учителем мой. Он это делал. И я никак не мог понять. Как это? Как он это делает? Я хотел вырваться из этой кабалы. Которую я сам себя так сказать. Идя на работу поставил. Для этого я пытался это все изучать. 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 И изучил. И сегодня я могу об этом говорить. Это не значит что я постоянно там выигрываю. Нет. Боже упаси. Я бы хотел. Но нет. Бывает всякое. Во-первых. Я не могу следить за этим. Во-вторых. Это вообще не мой приоритет. Сегодня зарабатывание. Деньги. Которые все поставили себя главным. Боже упаси. У меня главное все таки не это. А развитие. Поэтому у нас есть центр Сангейц. И поскольку люди этого не понимают. Мне пришлось. Зная это. Разделить Сангейц и Далтик. Мы сейчас находимся на территории Далтика не в Сангейце. Понимаете. Но мы же не можем выбросить у себя из нашей матрицы. Выбросить так называемое. Значит. Еще раз. Это уже относится. Не имеет отношения к бирже. Но она имеет отношения к нам. Людям. Которые участвуют в этом процессе. Еще раз. У нас есть Дхарма. У нас есть Артха. У нас есть Кама. И у нас есть Мокша. Это четыре линии поведения. Входящие в нашу жизнь. Вот наша жизнь состоит из четырех вот этих вот линий. Направлений нашей жизни. Которые означают предназначение. Зная свое предназначение. Мы идем туда или туда работать. К примеру. Или живем вот так вот. Мы работаем в каком-то направлении. И создаем себе материальное благо. Это называется Артха. Допустим. Да. Но мы же живем не просто работать. Правильно. А мы живем еще и общество. У нас есть какое-то. Мы с ними имеем какие-то отношения. С семьей имеем. Это называется Кама. Да. Получение удовольствия от того, что мы делаем. Да. Не обязательно только. Понимаете. Того удовольствия, которое мы все хотим получить. И когда мы эти три вещи, три вот эти нити делаем и полностью осуществляем. Мы можем прийти к тому, что называется освобождение от всех условностей. Да. И даже от сансары. Даже от. Ну, вот так мы устроены. Для этого надо, ну, наверное, учиться. Как я понимаю. Верно. Дорогие друзья, благодарю всем за внимание. Всего доброго. Если будут вопросы, задавайте то ли в программе, то ли в комментариях, то ли желательно в центре Сангейс. Ну, или Далтик. Это есть же у нас электронная почта. Поэтому пишите. Всего доброго. До новых встреч.